С этого кадра началось мое увлечение фотографией. Съездив в Германию, Человакию по туристической путевке, захватил с собой прощепи «Зенит», сфотографировал там две-три пленочки, приехал, проявил, отпечатал, мне понравилось. Фотография и музыка всегда боролись друг с другом в жизни Валерия Афанасьева. Победило все же фотоискусство. Ему Афанасьев посвятил 35 лет. И сегодня фотограф вспоминает, как все начиналось. На выставке собраны оригинальные снимки с 82 по 92. Никакой ретуши или оцифровки. Дух того времени на пожелтевшие от возраста фотобумаги. Прекрасная черно-белая фотография, тем более. В ней есть дух времени, есть философия какая-то, объекта. Если портрет, то человек какая-то, философия передается. То есть цвета не отвлекают от глубины содержания. Другой была аппаратура, и, конечно, фотография тоже была другой. Сегодня, чтобы сделать вот такой снимок, уйдет не меньше сотни кадров. Пленка такой роскоши не позволит, поэтому дублей было около 20. Вспышки были обычные, советские, фил 106. То есть все очень просто было. Мы модель поливали, у меня ассистент был, он поливал из ведра. И самая сложность была, чтобы модель сохраняла спокойствие. Когда на тебя льют ведро воды, спокойно быть достаточно сложно. На фото-выставке «Начало» собраны фотографии из нескольких циклов, наиболее важных для автора. Так, серия «Поцелуй с тенью» получила медаль на конкурсе в Италии в 1995 году. Увидеть снимки вживую и поностальгировать об ушедшей эпохе можно до конца февраля в Доме журналиста. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.